сейчас будет конечно очень аутично если мы сейчас включим игру а глава закончится это будет очень аутично ну просто мы сделали уже вроде бы все что было в начальном как трейлере скажем так в голове чё-чё-чё так 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 рад что ты не взорвала весь был прошлой ночью почти рад кстати я сейчас же куплю билет в кинотеатр иначе их скоро раскупит с тебя попкорн иными словами ты уже не отпустишься может никто мне ничего не писал нет нет мне точно писать не будет она умерла шутка минутка моя одежда давай косплей хвой у меня тут остались шмотки рейчел давай примерь это не совсем мастер макс у тебя вообще нет стиля хотя бы попробуй ты всегда можешь отмотать время назад и надеть свою майку и джинсы с барахолки иди ты мне нравится моя майка и джинсы не представляю как на меня будут смотреться вещи рейчел подойдут ли по размеру ой да хватит переубеждать себя макс одевайся и выпусти наружу свою панк рогревку она из меня рейчел делает такое ощущение хули ты споришь со мной слышь я смог дыхать со мной свалит не надо никогда бесценно теперь она будет мечтать лежать ядрить ты рванина просто с утреца думать нормально утром начинается не скотти просто совсем уж не с кофе пахнет потрясный пошел в туалет да 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 прям запах из детства мисс колфил я хочу поблагодарить вас за то что вы пытались помочь моей дочери кейт вы показали истинную храбрости и отвагу поднявшись к ней на крышу вы сделали всевозможное и знаете что смерть кейт не ваша вина да никто в этом не виноват кейта отправилась лучший мир но она не забудет она она всегда будет с нами знаю она бы хотел чтобы вы прожили длинную жизнь интересную полноценную наша семья всегда будет молиться за вас ричард марш как-то печально такие самоски получать блины блины не блины как думаешь блины я думаю блины бесплатный завтрак ну а теперь скажи что ты желаешь на завтрак фигом дуде штормит тоже почти ну а теперь давай помогание с продуктами неси мне яйца и молоко это чё это яйца яйца превыше всего как раньше говорил джойс избавь меня от шутки так и молоко я думаю в холодильнике здорово что холодильник у них все тот же эмм его нельзя открыть ну ладно хлопья а вот молоко на столе а теперь материнское молоко спасибо после всего того что произошло это была лишняя какая-то фраза не забыли но я не знаю что но не знаю что когда они у тебя не будут а потом на самом деле что откуда дюйс а это а Скажите честно, Джойс, думаете, Рэйчел в порядке? Боже, надеюсь. Она была и есть умная, ни в какие передряги не попадала. Может, я не очень хорошо ее знала? Может, и Хлоя ее не знает? Иногда мне кажется, что я совершенно не знаю Хлою. Я не пойму, кто готовит-то. Да ты что, ревнуешь к Рэйчелу? Что? Нет, нет, я эгоистично повела себя, оставив вас. Но рада, что Хлоя нашла себе друга лучше. Нет, она просто другая. Когда я увидела тебя и Хлою в пиратских костюмах, я поняла, что лучше друга Хлоя не найдет. И когда ты взяла вину Хлои на себя, ты это доказала. Спасибо. Такое чувство, что мы с Хлоей в пиратов наряжались лет сто назад. Это получается, я стала на век старше? А, тебе всего восемнадцать, Макс. Эх, молодость. Это вот ей-то восемнадцать? О, господи. Ей, по-моему, лет четырнадцать. На скидку. Восемнадцать ей. Ага, сейчас, я поверил. Не, серьезно, она не тянет на восемнадцать. Так, за стол. А, ну, тут одно место, куда можно присесть, ладно. Определенная жизнь, Гейт, стоила эксплуатирующего заголовка. Газета Индепендент сообщает. Неожиданный снегопад и необычное затмение. Конец света близок. Студент к академии Блэквилл покончил жизнь с самым убийством спрыгнуть с крыши. Мазло давай! Мазло! Мазло, что она мягкая. Спасибо большое, Джойс. Никогда из-за стола не выйду. Отлично, налетай. Скушать. Все семнадцать дают. Да. Ты же дядька, метр девяносто? Да, конечно. Семнадцать. Все лучше. Что, уже все? Вот это я понимаю, Блэквилл. Это, конечно, странно сейчас было. Знаешь, я вот сейчас вот вдохнул и такое ощущение, что запах Блэквилл почувствовал. Это было странно. Так, и чего? Эм. Видимо, цветы тут никто не поливает. Ну, похоже на то. Снова здесь. Ах, как много приятных воспоминаний. Я знаю, эти фото далеки от совершенства, Макс. Мне кажется, периодически челюсти становится больше. Мои любимые фотографы снимают примерно так же, как вы. Вы делаете Дэвида счастливым. Он желает для всех счастья, Макс. Правда, по-своему. Не думаю, что я буду в этих шмотках такой же крутой. У тебя свой крутой стиль. Да, она классная тетка. Как будто он был вчера. Я рада. Уильям сделал этот снимок своим полароидом. Его последний снимок. После этого он сел за руль своей машины. Я знаю, Джойс. Мне очень жаль. Но я тебе это показываю не для того, чтобы скорбеть. А знаешь что? Возьми себе. Здесь мое дитя еще полно радости. Она была позитивной. О, Господи, кто эти люди? И это последний раз, когда я видела Хлою счастливой. Эй, вы что здесь обсуждаете, какая я долбанутая? Дело не всегда только в тебе. Хлоя, ради бога, не рановато ли грызться друг с другом? Да не. Лучше поешь. Я отвлеку нашего охранника, а ты пока поройся в гараже. Хватит перешептываться. Я ведь подумаю, что вы обом... Мать, не действуй мне на нервы, ладно? Мать! Не важно, что я делаю, зато все считают своим долгом меня за это обосрать. Да с тобой даже... Миленько. Ты срываешься, как бешеный пес с цепи. Простите, мне нужно в туалет. Конечно, вали и ссы, без тебя разберусь. Ну и кто из нас параноик? Да ты, послушай себя. Ну больше ты некому. Сука. Вали и ссы. Все. Мне нужно париться в наути Дэвида. Он там что-то скрывает. Ясим пень, что нужен пароль. Как насчет мудо-отчим? Попробуйте снова. Нужно больше зацепок. Так, действуй как Шерлок Холмс. Действуй как Шерлок Холмс. К этому придумывал пароль. И Дэвида купил тяжелый военный замок. Я даже вижу комбинацию. Можешь прийти как пароль? Совсем неверно. Конечно, блядь, совсем неверно. Когда я тебя попросил 4 цифры ввести, ты ввела 5. Посмотри, это еще раз. Смотри, смотри. 7171. Сначала будет. Охуела. Так, а ну-ка иди-ка нахуй. 7171. Может быть попробовать отчим, как пароль? Хуйня. Ээээ. Саркадипой. Не, ну я попробую, конечно, но... Сомневаюсь, что... Семья. Отчим. Самый худший хакер. Не выйдет, Макс. Так. Че там? Замок. Посмотреть. Этот ID может сработать. Вторичная. Нет. Не выйдет. Я не открывал этот ящик. Номер лицензии может подойти, как пароль. 6-3. Еще раз. Не выйдет, Макс. Только она может, да, перематывать время. Так. Книга. Похоже, Дэвид читал это не один раз. Что же он освоил? Возвращаясь домой, в косу для ветеранов. Трофей. Тон... Ты где? Дэвид таскает эту голову с собой с 2001-го. Так, подожди. Отлично. О, ебаный стыд. Мила, сложно представить, как Дэвид катает Джойс с этим на машине. Козырек от солнца. Для нас эта часть, принимать тебя в нашей закусочной, приятно знать, что на земле еще есть джентльмены, с удовольствием, снова с тобой, снова бы пообщался с тобой. Кстати говоря, мне зовут Джойс. Вдруг ты забыл. Это может быть паролем. Хакер Макс снова в деле. Воу, спойлеры. Рэйчел и правда зависала с Фрэнком? Но какое дело было до этого Дэвиду? Профиль Рэйчел Эмбер. Начальник службы безопасности кампуса, он рассказал, что видел, как она пыталась спрятать подозрительный пакет. Когда офицер попытался задать Мисс Эмбер пару вопросов, она начала угрожать и все отрицать. В пакете был найден ряд незаконных препаратов. Для более подробной информации смотрите прикрепленную страницу. Вместо того, чтобы следить за Кейт, Дэвид мог ей помочь. Кейт Эмбер всегда идет на занятия одним и тем же путем. Слышал, что Кейт и Дана говорили о припасах на вечеринку клуба Циклон. Наркотики? Наблюдал за Кейтой и ее церковной группой. В Библии она разбирается. Кейт сидит в ванной дольше, чем другие учащиеся. Наркотики? Такая паранойя, пиздец. Видел, как Кейт помогала Джефферсону после занятий. Наркотики? Не доверяя взрослым мужчинам с бородками. Наркотики? А Кейт... Кейт провела много времени у себя в заперти после вечеринок. Даже в церковь не ходила. Наркотики? Пыталась поговорить с Кейт насчет вечеринки. Она расплакалась и убежала. Виновно. Заебись. Диагноз. Это же неправильно. Больной ублюдок. Псевдонимы Макс. Безумная Макс. Макс Фактор. Невенуарный ангел. Сука. Максим Колфилд. Студент такой-то. Расписание занятий Макс. 2 октябрь, 2 неделя, школьное расписание. Ну, лично, чего, блядь. На целый год. Охуеть. Все? Можно закрыть-то ноутбук? Чтоб пароль назад включился. Спойлеры? Рейчелла правда зависала с Фрэнком? Но какое дело было до этого Дэвиду? Макс, надеюсь, ты в порядке. Хочу поблагодарить тебя за то, что он... Подожди, ты что тебе не насрать на меня и мою маму? Ты что-то пристал-то? Один раз про маму сказал, все, теперь доебал ты до меня. Все мы видели, что ты заботилась о Кейт, как никто из нас. Тебя отстранили, это так несправедливо. Спасибо, Тейлор, я знаю, что тебе тоже не все равно. Однако спасти ее мне не удалось. Но если тебе захочется поговорить, обращайся. Это мог для меня значить до встречи. Тейлор это Виктория. Типа, прихвостень. Вкусный завтрак. Тейлор Вошел. Ёпать. Вкусный завтрак. Мне нужно поспать, а то я всю ночь строчила от рапорта вандализма. Что случилось? Какие-то мелкие говнюки проникли в бассейн. Вот что бывает во всех этих сраных колледжах. Студентики устанавливают свои правила в кампусе. Ты уверен, что это были студенты Блэквилла? А кто еще? Я обязательно их поймаю. Тебя только не хватало. Вырядилась, как Рэйчел Эмбер на Хэллоуин, что ли? Ты знаешь больше, чем я. Наверное, приятно, когда тебя отстраняют от учебы. Сразу столько свободного времени. Оставь, Макс, покоя, Дэвид. Хватит запугивать студентов. Он вообще хочет камеры наблюдения поставить, чтобы следить за всеми. Как сейчас он следит за нами. Вон. Не начинай, Хлоя. Не сейчас. Да, именно я все срачи начинаю. Ты просто параноик, Дэвид. Сказал же, не сейчас, Хлоя. Ты называл меня... Хотел ударить, что ли? Опять? Кто-то теперь неудачник. Есть хоть кто-то, кому ты не угрожал. Если не считать твои расследования про Рэйчел и Кейс, ты хоть раз сделал что-то хорошее. Блядь, да и что ты, сука. Ну, обычно, логично было бы поддержать, конечно, Хлою. Но я хуй знает его мотивы, я не понимаю их. Я Хлою поддержу. Да ты просто охренел, Дэвид. Я видела, как ты угрожал Кейт, когда ей и так не сладко было. А ты бы мог, между прочим, ей помочь. Для тебя в школе все будто заключенные, кроме Нейтана Прескота. Вот поэтому там тебя никто и не любит. Ты даже мне угрожал. Я уважаю твою работу, но вот ты не уважаешь никого. Ты курила траву в комнате Хлои, а это незаконно. Ровно так же, как и слежка за учениками и семьей. И зачем ты хранишь в своих файлах фото Кейт Маш и Рэйчел Эмбер? Что? Это правда, Макс? Да, Дэвид, объясни, зачем тебе все эти файлы? Это очень подозрительно. Лично мне не нужны все эти ваши допросы. Уж точно не от вас, молокососов. Может, тебе стоит успокоиться? Ага. Теперь и ты против меня? Ну, конечно, вы все женщины заодно. Идите вы. Дэвид, лучше поживи в отеле, пока мы во всем разберемся. Ты выпинываешь меня из собственного дома? Это мой дом, Дэвид. Записан на мое имя и плачу за него я. А я-то думал, что могу все знать. Уж по крайней мере то, что меня обходят с фланга. Хорошего дня, Хлоя. Хоть раз. Пожалуйста, заткнись, а. Надеюсь, Джейс не злится на меня из-за ситуации с Дэвидом. Чего, здесь наоборот взялся. Привет, Белазист. Мне можно, у меня 18 плюс стоит. Наверное. А что будет, если я заступлюсь за Дэвида? Ну-ка. Подержать, Дэвид. Ну-ка. Тисто ради интереса. Послушай, мы не знаем, сделал ли Дэвид что-то плохое или нет. Нет, у нас нет доказательств. Единственная серьезная угроза на данный момент это Нейтан Прескотт. Я бы не была так жестока с Дэвидом. Правда? Как великодушно, королева Макс. Вдруг все потеряло значение. Поведение Дэвида, все эти фотографии твоих одноклассников, его файлов. И то, как ты вечно говорила, какой Дэвид шуткий. Хватит. Я уже устала от этих бесконечных обвинений. И так этого дерьма везде полно. Я не желаю, чтобы подобное происходило в моем доме. О да, с этим-то я согласен. А теперь, если не возражаете, я бы хотел отвлечься от работы, присесть и поесть свой восхитительный завтрак. Восхитительный завтрак? Макс, ты со мной? Че-то срать охоту. Ха-ха-ха-ха. Может ради Джойс ей было слишком мягко с Дэвидом? А я даже не знаю. Как мне лучше поступить? С одной стороны, да, он компромат какой-то собирает непонятный. Так что я, наверное, лучше его в жопу этого... Ну, видеонаблюдение за домом, это вообще уже, по-моему, перебор. Следить за своей семьей. Слишком он как-то... Конечно, обидно будет за него. Да и пошел он нахуй. Да ты... Псс... Че, обиделся, все? Я слушаю тебя и видеть тебя здесь не хочу, Макс. Ты достаточно повредила меня и мою жизнь. Азаза. Я вообще плохой. Макс, не вини себя. Дэвид все это заслужил. Ты понимаешь. Да, мне кажется, сойдутся. И только попробуй это обмотать. Ну, я отматывал уже, ну. Кушай свой прекрасный завтрак. Восхитительный, да. Послушай, на ноутбуке Дэвида я обнаружила фотографии Рэйчел и Фрэнка. И они явно больше, чем друзья. Да это невозможно. Она просто использовала Фрэнка. Если ты мне не веришь, то пойдем проверим. Что же есть у Фрэнка в фургоне? И что это докажет? У Фрэнка есть браслет Рэйчел. Кто знает, что там у него еще. Пусть этот ублюдок молится, чтобы мы ничего не нашли. Проверим дверь. Фрэнк иногда так напивается, что забывает ее закрыть. Ха-ха-ха-ха. Пу-ту-бу-ту-ба-да. Та-дю-бы-де-бы-да-бэм. мне тоже нужно быть осторожными как ниндзя я иду кафе к фрэнку говорю ему что верну ему долг но для этого он должен пойти со мной затем ты входишь перематываешь время назад говоришь ему что ему нужно осмотреть свой фургон забираешь ключи и снова отматываешь время здорово бомж а ну ладно попроси что не связались с тобой раньше знают и расстроен но мы с вами уверены что ты сделал все возможное чтобы спасти ту девочку просто иногда вещи выходят из-под контроля кстати мы очень беспокойно тем что тебя отстранили я предпочел бы поговорить с тобой глазу на глаз может расскажешь нам на свой план про свои планы на будущее ты могла бы вернуться домой и найти здесь подходящую школу целую пап спасибо здесь очень трудно но я еще не готова вернуться пока пока максимус объятий да конечно когда нам у герои в помойке то да и легко спутать с бомжом с любым ок все билеты проданы но я таки раздобыл нам билеты ради них мне пришлось избить парочку хулиганов долгий задрот и странный у тебя подкат не обращайте на меня внимание офицер мне только нужно стащить ключи у парыги разлить фрэнка ты ешь как свинья жри с пола я же ел эти бобы ты совсем что ли ебанулась я ел эти бобы я ел эти бобы я ел их сука разлить я просто хотела посмотреть как ты отреагируешь я сейчас убью тебя глупиться с чуваком просто интересно приходишь после того как чуть меня не застрелила не спорю девчушка ты смелая но не хлоя не даже пушка и одежда рэйчел не делают тебя классной или крутой хули тебе надо как миленько потому что она ей идет а вот тебе нет и угрожая мне ты не становишься сексуальней хватай ключи и давай заценим твой фургон пожалуй нет ты пугаешь меня до жути иными словами ключи тебе не светят макс может у меня получится разговаривать офицера или нейтана а потом вовсю испытывать день сурка до тех пор пока я не добуду нужную информацию нейтан интересно как ты максин слушай мне так жаль что тебе пришлось быть там скейт когда она но ты понимаешь знаем мы все равно гордимся за тебя спасибо офицер перри я знаю что вы сталкиваетесь с этим чаще чем я но это невыносимо трудно как же я рад что ты предмет он кстати он искал рейчел странный какие-то марш дэвид мэдсон далее нейтан прескотт а я думала что это нейтан прескотт представляет блэквелл слушай не порти мне аппетит ты сама знаешь что из себя представляет прескоты они хотят под себя поднять весь город отчасти ты права макс говорят прескоты сейчас заняты какими-то крупными земельными сделками да он сидит в землю живет прескотт помог моей семье вот мы и заключили сделку из которой я теперь не могу выпутаться вот бы вернуть все назад и поступить иначе приступлю к своему завтраку как ты максим спасибо офицер берри я знаю как же рад так дэвид мэдсон дэвид мэдсон дэвид мэдсон кто это я забыл кто это а мне казалось что дэвид мэдсон представляет блэквелл ненадолго мы уважаем его за участие в войне но на отец и больше всего от него достается мне с хоей это так сегодня он рассказывал про украденный ствол я не слушал я продли слушал молодец я продли слушал заебись посмотрите макс эмберс что решила удариться в панк-рок раз тебя от учебы отстранили и спасибо что впутала меня в неприятности тварь миленько у меня такое ощущение что рэйчел носил только одну одежду и поэтому ее так запомнили каждый горит рэйчел рэйчел так что усмири свой гнев да ладно копа новый диалог появился я не видел Эээ... Где появился новый диалог? Взял с Прескоттами. 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 Мы ищем связь, я так понимаю Неплохая такая зажигалочка Это фен Сука У цыган купил Так, решетка еле держится Мне нужно чем-нибудь ее поддеть Че это? О, тайничок Фрэнка Это фото Фрэнка с песиком О, песики, песики Вы любите песиков С нужными инструментами я легко бы вскрыла эту решетку Он теперь в интернете работает Бизнес в сети для начинающих Интернет-барыга, блядь Ну как так можно жить? Да вот и мне интересно Как там стакан держится Прекрати О, боже Так, бутылка Полицейский радар Фрэнк неспроста держит у себя дома полицейский радар Я думаю, косточка собаки нравится больше Не могу представить Фрэнка и Хлою вместе пьющих и веселящихся Мой клинок отворит любые дверцы Опа, смотри-ка А вот и бизнес Бизнес Фрэнка В одной книжечке О, блин Рэйчел и пес Фрэнка Даже не знаю, умиляться или беспокоиться Фрэнки Б Надеюсь, это первое, что ты увидишь этим утром Прости меня за прошлую ночь Я вела себя как бессердечная сучка Видите, я все это выместил на тебя и на бедного Помпиду Помпиду Помпиду, наверное В моей жизни происходит хреновая туча странных вещей И мне кажется, что я никогда не смогу уехать из Аркадии Бэй За тебя я должна благодарить Бога Ты самая лучшая, что у меня есть Я всегда с улыбкой вспоминаю нас Давай просто навсегда уедем отсюда Я всегда буду любить тебя, сердечко Рэйчел Нихуяся Одна радость видеть, как Рэйчел ведет этого зверя Тут она такая счастливая Рэйчел и правда тусила с Фрэнком Лицо знакомое у Рэйчел Я узнаю о Рэйчел больше, чем хочу знать Проблемы в раю? Фрэнк То, что ты вчера творил ненормально И не надо винить в этом наркотике Ты меня до смерти напугал Я думал, что ты так и не успокоишься Впервые видела, что ты себя так вел Это не должно больше повториться Я лев, а такие, как и я Никогда не оглядываются назад Ты мне не безразличен Да и в целом Так что, может, нам стоит сделать небольшой перерыв в отношениях Целую Рэйчел Мне нравятся вот эти вот письма, знаешь Может, нам стоит сделать перерыв в отношениях Целую Что? Да Лучшая идея Забрать этот дневник Конечно, охуеть прям Идея на миллион просто Так, ты уже смотрел, да? Даже не, ведь это фото Фрэнка с Песиком Да, мы поняли, поняли Ну-ка, холодец Холодец Записная книжка, смотри Трахались 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 Он всех умеет Хлоя Рэйчел Пропала Никто тебя не предавал Пиздёж Предатели Да в пизду Хлоя Сука Пиздёж Предатели В пизду вас Три основных кита, на которых держится моя жизнь Хе-хе-хе-хе-хе Тоже непонятный какой-то тип Вроде дилера, вроде и хер знает Непонятно Может он таким стал Из-за того, что Рэйчел пропала Хер знает А я подходил, там не было варианта Ты винишь у Ильяма? Серьезно? Да, виню, конечно Он открыл ту дверь и покинул меня навсегда Хлоя, твой отец ушел не по своей воле Я знаю, Макс Моя мама правда винит тебя Она только хотела, чтобы ее забрали с работы Иногда даже я виню ее Неправда Да, Макс, правда Ты знаешь, каково это ждать своего отца, будучи ребенком? И понять, что он не вернется Нет, конечно нет Но я была с тобой в тот день Это был ужасный, несчастный случай Мне от этого не легче С тех пор, как он умер, моя жизнь стала полным дерьмом Ты не хочешь слышать это Но ты все еще здесь Живая Со мной И это не случайно Ну да Я не хочу слышать Хлоя, одной мне с этим не спрашивай Мне нужна твоя помощь И Рейчел, ты нужна Не знаю, она плачет или не плачет Или это просто текстуры такие Я подходил к второй решетке Она была закрыта И мне вообще не разрешили ничего сделать там Я бы хотела Я туда первым делом и пошел Хотел проверить Так вот, блокнот мы зря взяли Серьезно Не надо было Эффект бабочки 2 происходит Ты посмотри Кто-нибудь смотрел эффект бабочки 2 Есть такие страшные люди Я страшный человек, я знаю Ну, девчата, время позже Походу да Да Не зря делали фотографии Ты посмотри Наведите фокус С помощью Айда Затем нужно вытекнуть Чего ты моргаешь? Да ты хуй поймешь Да сука Да Дай в пизду Вот это поворот Вот это поворот В коллекцию Пока я ее не увижу, нет Ты знаешь правила, папа Макс, скажи ему Эй, ты вся бледная Все нормально? Да Просто Как там Какие там тригета Я уже забыл Короче, все в пизду Что происходит Ихереть Ну, может, вот это я разрешаю Семейный альбом сохранить Что это такое? Здесь Уильям И Хлоя еще ребенок Я что, настолько далеко в прошлом? Во Франции их называют КП Я 18-летняя, в теле себя 13-летняя Как? Уи, чур я бью яйца Помнишь, сколько нужно яиц? По ситуации И правда Я очень люблю Уильяма Для меня он как родной И я не позволю ему сегодня погибнуть Нет Хлоя такая веселая, беззаботная и счастливая И такой я ведь Теперь моя очередь делать фотку Спасируйте Я буду звездой Не делай меня стариком Херовое фото Открытое достижение Флэш Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- я уже подумал об этом так нет стой 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 фото я хочу сделать фото сделай срочно будет работать не надо не надо не надо мужик а че сделать то я че можно сделать я помню как его читала но не после сегодняшнего что общитесь можно сделать привет дорогая делаем восхитительный завтрак он тоже так говорит что не знал что тебе нужно конечно же за тобой приедут теперь у меня есть причина купить мокко скоро буду люблю тебя я не могу позволить ему сегодня сесть за руль нужно спасти королеву продуктового магазина уж слишком тяжелый груз всяких лакомств для нашего пиршества когда-нибудь ты будешь благодарна за это надо ключи найти чтобы он не нашел круче все все окей давайте будем за ним просто ходить и узнаем где круче все проще помнишь сколько нужно ей помнишь сколько нужно ей и правда так сколько нужно не порши с поваром ага ты то у нас повар от бога ну давай ну чуть будет происходить эй эй сука селфи не сделала что любит что за ебали мне фото каждый раз бы все хиваете все раз все телефон звонит и он собирается уехать я ворой ключи все и мы изменяем будущее к ебедям сломаем машину сработает не знал что тебе нужно то конечно же за тобой приеду теперь у меня есть причина купить мока скоро буду макачино а танка 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 походу не зафиксировалась события если надо было наверно подождать чутка макачино или что ага нашлись такие закройте за мной не хулиганте и попытайтесь не устраивать слишком большой переполох и даже не вздумайте устраивать дегустацию вин пап не оплошайте сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт макс чё блять чё блять чё блять чё блять лосось с шоколадным тортом чё блять как чё чё ты же останешься она меня не бросит никто тебя не бросит это как надо перебухать чтоб такое вообще приготовить точку появилась когда-нибудь ты будешь благодарна за это чёрт где же мои ключи один доллар есть точнее для оплаты твоего колледжа ключи пожалуйста да-да-да да-да-да Elder пиши пиши даже ключи как-нибудь я тебе отомщу надо их спрятать да да я понял 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 ты ушел надо взять ключи и быстро с ними что-то сделать очень быстро будешь благодарна за это а ключи уже у меня идите думать тогда мы можем просто расслабиться сделать фото ключи то у меня уже есть все пойду салфать сделаю да ну я хотел салфать сделать ключи точно были здесь я же помню о дружок совсем забыла тебе о ключи покажитесь ну конечно никогда больше не куплю ничего от спайка электроникс а ведь могу хорошая идея макс убедила убедила ну что ж я почувствую хлоя это не хлоя джойс это понравится макс твою мать ты какая-то странная все нормально клоя я такая классная мы классные сукой хватит до свидания здравствуйте до свидания здравствуйте ни хуя себе мы тут делов натворили просто слишком много натворили делов слышишь нас максим тот момент когда мы пытаемся просто взять и вырвать весь кусок из фильма эффект бабочки просто весь кусок дай угадаю что будет дальше я я не играл я не знаю чисто мое предположение она больше не разговаривает с хлоей чисто мое предположение я прости безумная макс ты ж не дуешься правда да не хочешь ободрать наш куст выкурить трубку мира кажется макс под кайфом она ведет себя как-то странно ты в норме макс я же говорила не стоит брать ее в циклона меня же никто не слушал корни ты вообще никого не хочешь принимать в клуб да отвали сучка да фак их да угадаю ее никто не любит сейчас это зато кейдж его здорово неожиданно водитель автобуса чё-то мы натворили делов каких-то я ебал просто до конец эпизода или чё происходит ну как и в предыдущие разы опять музыку заиграла но она очень тихая это мы ее не слышим ни херашеньки я уже второй раз вижу эту стаю птиц серьезно может она еще и раньше появлялась понять не имею блин ну мы конечно делов наделали но прямо блин видно что они слизали просто с эффект бабочки очень многое здесь ведь уже 415 ни хера сия засиделся да 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 все все изменилось конечно остается вопрос что с ураганом ухи и китов на берег выбросила охереть дать я лишь быстрым ночью шел музыка нарастает потихонечку чё происходит чё с клой нет прям интересно да они переехали бы они тут не живут поэтому она с ней не общается да нет ты в натуре смотри теперь решила передохнуть здесь мы думали что после большого города ты сюда никогда не вернешься нет я бы никогда не бросила хвою кстати она очень ждала тебя о минуточку ну что-то должно быть по-любому не так что-то до ёпт 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 не ну это конечно тоже слизано с эффекта бабочки опять-таки ну это интересно чем же это будет как же это будет развиваться ну блин я на чё думаю я ну да фото да походу да походу с ней авария случилась они с отцом но она выжила я думаю что мы пройдем эту игру но это будет не завтра потому что у нас где вторник по вторник следующий я думаю мы продолжим вот но мне нравится пока что мне нравится так вы оставили деньги окей вы поцеловали хлою мы молодцы дохера кто поцеловал хлою стали на сторону хлои 78 процентов вы уберегли собаку франка от смерти ты понял да ты понял да я предвидел это просто это просто предвидел я не видел второго варианта но я просто услышал звук автобуса и понял что собака сдохнет пистолет пистолет дэвида у хлои окей чё там дальше лиза жива тоже кто к лиза даже кто такая лиза даже кто такая лиза кто это кто такая лиза и почему она должна была умереть чё серьезно кто-то мог умереть я знаю кто такая лиза нет не знаю кто такая лиза я подумал что лиза это может быть кролик но вроде нет кто такая лиза серьезно я не помню надо пересмотреть нет богиня это алиса вы не стали помогать ворона с экзаменом а должны были растения привет волга вы не попали в список приглашенных на вечеринку в клуб циклон ну и слава богу вы не изменили список приглашенных на вечеринку в клуб циклон вообще не расстроен вы не стерли сообщение полицейского сообщение зато и алисе помог вы не предупредили бездом бездомную женщину в чем непонятно вы не сделали с фото в прошлом ну это я случайно вы не оставили отметки на камине как-то так ты туда блять вот это да следующий эпизод 4 будет проявочная называться но это уже не сегодня как я уже говорил это в следующий вторник добьем я думаю ну и насколько я понял просто 5 эпизодов то есть 4 и 5 у нас остается как раз что на 3 на 4 я думаю мы это разберемся с этой игрой как-то так получилось не знаю мне понравилось если честно игра я все думал что вокруг нее какая-то такая шумиха что вроде как игра хорошая но единственное то что ну вы сами видите девчонки вот это вот колледж это многих отталкивает ну замут с временем мне кажется все сделал сам вот ну короче мне пока нравится не знаю чем будет это все заканчиваться так для себя чисто может я бы еще прошел посмотреть что там еще может произойти чисто ну любопытство свое удовлетворить да сам бы я не прошел да ну поскольку да это подарили игру спасибо Дмитриевне еще раз так что мы ее я думаю пройдем тем более она на русском хули чё бы и нет просто было бы на английском я бы читать бы запарился тут слишком много всякого чтения вот ладно что завтра у нас реквесты продолжаются у нас немножечко осталось реквестов ну как бы за день мы их конечно не сделаем но до конца недели я думаю разберемся вот всем спасибо что смотрели на канал подписывайтесь в группу вступайте и это увидимся с вами завтра всем доброй ночи всем доброй ночи кому-то точного дня покидывай 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 вот всё хопа еще одна хопа на дороже хопа хопа будет ну будет пах тягу здесь